помните да не бери рюкзак с документами с деньгами мы же все видим он где наташа ключи оставила мы искали мы полчаса искали две секунды поняла что они здесь как можно перепутать до один домик вот наш этот ресторан а наш первый наш первый вообще от всего и света нет ну мы в африке ничего страшно нашим родственникам тяжелее сейчас в украине поэтому мы не жалуемся жаловаться не жаловаться нечего но рюкзак с документами все-таки если нет сейфа я я просто рекомендую не оставлять с документами с деньгами хорошая личность я взяла закрыва если кому надо заходить а парень все охотится на обезьян да смотрите какие ящеречки здесь мы думали что это хамелеончик нет это вот оранжевая голова и такой боже какой красивый бирюзовый даже не знаю как сказать цвета синий голубой оля предполагает что они ядовиты а ну иди ты к ней пальчиком в нее и проверим за одну ну конечно убежит она умнее ушла до их тут много может мы еще здрасте а я же для чего снимаю олечка это вот видите как а я тут так стремаюсь вот мы идем тут хопа голова буйвола да это ж буйвол потом и там еще чуть ну идем 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 вот это я просто они так миленько это разложили о тут они уже смотри кости уже немножко цвет поменяли видишь ну вот это это не заметишь они ну да 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 вот наш домик а хопа хопа идешь опа опять башка то елки-палки как-то так напоминают не напоминает моменту море моменту море побежала-побежала-побежала вон да родственники багато да ну треба брать эту купувату купуват и рогатку по-любому эти тени кушать кушать что-то да ну так это подожди у каждого своим да 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 если у вас это в руках и вы еще чавкаете то вам ой а там и слоны этот water back пришел дальше на водопой смотри видишь ты не видишь идем все не переключайтесь обезьяны нафиг я вас боюсь так до свидания вы быстрые там он посмотри посмотри она смотрит на тебя нормально вон она под это а я боюсь идти помогите еще маленькая я уйду ладно и вот обезьян обезьяночка я простите я что-то хрюцает салфеточка также лежит сейчас им палка делают боже где она вот так слилась с это землей что я в камеру и не вижу вот он да кто-то такие звуки издает вот это water back да ну посмотри как он называется не на английском и слоник пришел что он там делал кушает кушает вот это прямо возле нашего отеля это в нашем ну да в нашем считай нашем отеле дома за территорию получается ой а вон две им палки мальчик и девочка аккуратненько ну что вы скажете ставьте лайки пишите комменты что еще сказать у нас по крайней мере слов нет одни эмоции это точно ну вот решили все таки пройтись выйти из нашего домика камера что идти так далеко наоборот недалеко вот такая палатка домик палатка кемп называется отдыхаем и ждем через полчаса обед будет очень очень зелено и очень тепло помните в мбс или мы так наверх здесь достаточно сейчас футболка вообще и спали в футболках в мбс или конечно был дубак и в нейроби тоже ну зимой в африке холодно боже мне так как напоминает наши домики на десне даже говорит точно двумяки на десне на россии где еще мы были много еще у нас бас отдыха было под киевом те же рудики отдыхали с родителем такие приятные воспоминания это такой кемп большая палатка и как же классно сделано смотрите укреплено так вот в разные стороны разваливается чуть-чуть эти вот окна они на самом деле не просвечиваются то есть вы видите людей а вас не видят то есть голяков в принципе если вам нужно сильно может можете ходить вот подпертость такая с двух сторон и стоят конечно на хорошем основании и все время они где-то вот в полуметре от земли то есть если будет заливать дожди ждут ну в принципе будет нормально вы должны продержаться вон люди откуда-то идут давайте откуда-то и мы туда пойдем так принято здороваться приятно то есть знаешь чека не знаешь привет привет как дела с них здесь не картой дело такую футболка под путешествие ой совсем сейчас что-то я выхожу на такое солнце здесь уже такие конечно позатористи знаете неплохо я вчера так думала вот возле прям ресторана живем то не нормально знаете тут как-то вот территория погуще взять по запущене нет за не смотрят они запущены территория погуще и поэтому наверно и обезьянок побольше всяких этих ящерок ну кстати змей мы не видели наташа ж была уверена что змей нету не не змеи здесь есть надо быть осторожными чтобы не наступить случайненько на какую-то змеючку гадючку кабрючку а вот здесь вот мы пришли и вот закончилась дорожка у этого домика вот здесь тоже смотрите все осветители вот такие стоят естественно проволока и деревья красивые такие сухие красивые деревья честно отель конечно класс сало центром кемп просто он зима в природе находится конечно же он вот номер не такой большой и удобный как в амбаселе и в амбаселе еда чуть разнообразнее вкуснее но сам отель конечно как наташа предположила скорее всего сначала построился цава центром а потом уже построили амбаселе ну на амбаселе мы ехали до парка 20 минут а здесь мы уже в парке мы выехали уже смотри не хочу идут пойду по дорожкам вот реально это просто десна где мы с мамой с папой отдыхали так что-то уже ушла от наташа вот и ящерка смотрите какая же она классная необычная такой дракон синяя туловище и голова такая оранжевая яркая давайте ближе подойду то и на солнце вот красота но я уже повторю что я читала что чем ящерицы ярче тем она и давите если что знаете пишите буду рада буду рада любым комментам в принципе если вам не тяжело на барабанте вашими прекрасными пальчиками коммент как говорят блогера нам это поможет продвижение канала ну реально будет приятно я буду знать что вы видите читаете смотрите класс дракошка много и здесь я же не думаю что одна и та же ящерица бегает много вот в такой листве конечно в африке вы же понимаете мы в африке но в такой листве может притаиться все что угодно поэтому нужно читать отзывы нужно быть осторожными вот вторая дорожка домик 12 а заканчивается у этого домика мы с вами идем дальше на можно веры кружок обошли уже можно к рецепции выйти ну дорожки расходятся помните как маршруты расходятся и сходятся на плане маршрута а вон еще тут к 17 16 домик есть мы живем в третьем в амбаселе мы жили в четвертом ну классные птички поют я надеюсь и даже уверенно вам слышно классно в принципе с каждой такой площадочки есть вид вот отсюда есть вид да там на вот вот немножечко на саванну на поле а вот домики подальше вон там конечно вид поменьше поэтому нас классно поселили ну мы легли спать нормально немножко люди разговаривали потом все разошлись а все же принципе идут на сафари и здесь заканчивается уже ну идемте еще с вами по заворачиваем чуть-чуть походим по зелени если вы не против но мне так интересно гулять а в амбаселе почти совсем не было времени гулять а сейчас самым проснулись поели 7 30 на сафари потом можно вернуться аж сюда покушать отдохнуть чуть-чуть и снова на сафари вот так обычно сафари происходит или берете ланч с собой как у нас было в амбаселе там повторюсь таки до парка много ехать или уже возвращаетесь и кушаете ну то есть вот уже здесь вот дорожка домик закончился отель можно так сказать дорожка домик закончился ух какие кактусы представляет такая пустыня аризона вот тоже вот уже домик там еще домик вот маршрутка проехала точнее манатка чемататка я забыла уже вот такая на территории отеля ну конечно мега круто вот обзор очка как они сделали персонал отеля конечно сильно очень много отзывов были что если животные приходят пьют водичку классно себя чувствует хухи обезьян конечно много обезьяны это 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 наше все постоянно мы от них удираем а вот и наташа с телефоном в халатике из вьетнама и и хорошо себя чувствует да идемте в бассейн сушишь да вот такая вот реклама под деревом как бассейн где-то вот там где-то да мне нам возвращаться нужно здесь уже каждая дорожка заказа заказ заканчивается к домику на класс знаете припекает солнышко конечно я намазалась кремом когда выходила но все равно можно попасть под острое африканское солнце и будут ожоги неприятности поэтому мажьтесь одевайте бандану закрывайте лицо кепку очки обязательно рукава если есть на сафари рукава я обязательно одеваю ну все чтобы вам не испортить отдых так бассейн здесь а вот рецепция ну вот мы уже и у рецепции вот выход на рецепцию вот рецепция красивое растение а здесь мы видели ящерицу красивую первый раз видели эту с голубым туловищем и ярко-оранжевой головой давайте близко к бассейну подойдем мне кажется в каком-то видео я уже его показывала здесь вот трассики такие по моему ну чуть-чуть они помладше те которые вам бас или ну вот такое реально чтобы охладиться сразу же для деток выходит но этот для взрослых тоже отплотнуться проплыть он наверное рубка спасателя а а вот переодевалки душу я так понимаю ну очень мало лезет отдыхает хотя мы читали отзывы ну что люди тоже в бассейне наслаждаются что очень классно опасности чувствует ну вот такая у нас территория отеля в целом посреди саванны с животными все очень круто мне очень нравится пишите коменты ставьте лайки нам будет приятно желаем вам путешествовать всего вам доброго